Здравствуйте, дорогие друзья! Я получаю большое количество писем, сообщений, общаюсь с людьми и вижу, как огромное количество людей впало в безвылазную депрессию. И именно Рахманинов, год которого мы сейчас отмечаем, одно из немногих средств выхода из депрессии, потому что этот гений сам однажды вышел из депрессии и помог, и до сих пор помогает огромному количеству людей. Его музыка – это свет, это воздух, это любовь. Несколько лет назад, когда мы только стартовали наш YouTube-канал, нам написал письмо молодой человек, Лев Татаринов, и выразил озабоченность, что у нас наши ролики настолько нужные, важные, интересные, страстные, но так небольшое количество зрителей, он решил нам помочь, поскольку он опытный ютюбер, и он помог. Сегодня у нас три с половиной раза больше слушателей и зрителей. Лев Татаринов оказался великолепным продолжателем моих идей. Он сам способен сегодня создавать такие ролики в моем духе или в нашем общем скиле, которые помогают и которые важны. Я хочу вам предложить сейчас такую передачу, такой фильм, где Лев Татаринов вместе со мной рассказывает о Рахманинове. Кстати, он побывал недавно на одной из наших международных творческих академий. Роскошно вместе в Армении. И очень многое понял. Почувствовал. Хочу вам напомнить, а может быть, как вы будут ее рассказать, что ближайшая наша академия, которая, по сути, влияет на жизнь многих людей, на мышление многих людей, помогает им, состоится сейчас, в августе этого года. Она будет проходить в Швеции, в стране мистики, в стране сказок, в стране необычайных мифов, в стране необычайной литературы, природы и архитектуры. Эта академия будет проходить с 11 по 17 августа. Может быть, кто-то еще успеет попасть на те немногочисленные места, которые у нас сегодня остались. До встречи. Здравствуйте. Я собирал это видео год и монтировал два с половиной месяца. Посмотрите в комментарии, чтобы решить, стоит это видео вашего внимания или нет. Если начнете смотреть, то, пожалуйста, делайте это сосредоточенно, а не под руку. Мы пройдем путь от попытки понять классику до истерики в концертном зале. Узнаем о самой депрессивной музыке. Расскажу, зачем и почему я приходил к одной картине трижды и провел около нее пять часов. Обсудим, что я вынес из недели лекций за 200 тысяч рублей. И заглянем в такие глубины, в которые не получится заглянуть, если попутно вы будете мыть пол или готовить кушать. Началось все год назад, когда я попросил культуролога Михаила Семеновича ответить на вопрос «Какую, вы знаете, одну из самых грустных мелодий, что влияло на композитора, который создал эту мелодию? Ну что ж, я, наверное, многих удивлю. Самый депрессивный композитор в истории музыки, только не удивляйтесь, я потом все объясню, Сергей Васильевич Рахманинов. Вы скажете, что? Это вот этот композитор, который писал такую музыку? Или? И так далее. Не может быть такого! Но как же, вот же! Вот в том-то и дело, что жизнь Рахманинова была очень необычной с точки зрения его восприятия мира. Когда Рахманинов был совсем молод, и он написал свою первую симфонию, и эту симфонию исполнили, после этого абсолютно все газеты, которые имели право писать о музыке, написали, что ничего более отвратительного в истории музыки не было. И это просто безобразие, что русское музыкальное общество допускает такую музыку. Рахманинов стал собирать все негативные отзывы. Аккуратно вырезал их из газет и журналов, и приклеивал специальный альбом. В результате собрался альбом, читая который, было ясно, что нет более бездарного человека, чем этот Сергей Рахманинов, и что, более того, музыку его никогда не следует исполнять, если что-то не произойдет, не произойдет какое-то чудо. Рахманинов оказался в очень тяжелом положении, в очень тяжелом состоянии. У него нервная система, как у всякого, гения. Он-то знал, и несколько человек вокруг него знали, что он гений. Обострилось до предела. Он начал думать о самоубийстве. Он впал в депрессию, причем депрессию страшную. И все вокруг него пытались что-то сделать. Но сделать это не удалось, потому что Рахманинов был как бы так глубоко введен в это состояние, что выхода в то время совершенно не знали, пока не нашли одного специалиста. Это был Владимир Иванович Даль, великий врач, великий лекарь, который стал проводить специальные уроки, в которых внушал Рахманинову любовь к жизни, и вытащил Рахманинова из этой страшной ямы, из самоубийственной ситуации. И знаете, в те времена, когда Рахманинов впадал в депрессивное состояние, он и писал свои депрессивные произведения. Вот могу назвать два. Одно из них – «Прелюдия», «Си минор». Вот так и запишите, или запомните. И музыкальный момент «Си минор». «Си минор» – это очень брачная тональность. Вот она. Какая-то такая погребальная, смертельная, страшная. Когда Рахманинова вытащил врач из этого состояния, а это продолжалось довольно-таки долго, два года Рахманинов не писал музыки вообще, даже мыслить об этом не мог. И вдруг в один прекрасный день, а точнее ночь, в его голове появилась мелодия невероятного света, невероятной красоты. Взамен всего того, что могло бы появиться, Рахманинов записал ее. Так родилась вторая часть второго фортепианного концерта. Именно эта музыка вывела Рахманинова из дичайшей смертельной депрессии. Это музыка такого света, такой красоты, таких запахов сиреней, такого неба, таких красок, что, я не знаю, все в мире импрессионисты, все в мире любовные мелодии бледнеют по сравнению с ней. Таким образом, концерт для фортепиана с оркестром Рахманинов начал не с первой части, а со второй. А после этого написал и первую, и третью. Вот послушайте начало второй части, и сразу поймете, в чем дело. Эта мелодия и сегодня используется в величайших лечебных целях, потому что так как она знаменовала выход из депрессии, из смерти у молодого Рахманинова, так же точно она действует и сегодня на людей, чутких к музыке. Но и дальше было не очень легко. Склонность к депрессиям у Рахманинова была всю его жизнь. И появилась она теперь уже по другой причине. Его признал мир, его признала Россия, его признала Америка, он поселился в Соединенных Штатах Америки, он как пианист играл с величайшими скрипачами, в том числе с самим Фрицем Крейслером, есть, к счастью, записи Крейслер Рахманинов. Но одна деталь, которая мешала ему жить. Вдруг Сергей, всеобщий любимец, светлый, становился мрачным и ходил, как будто бы, ну, как говорят по-русски, «краши в гроб кладут». Что случилось? Оказывается, у него где-то кольнуло. А раз кольнуло, то Сережа Рахманинов точно знает, что случайностей не бывает. Онкологическая опасность – это раковая опухоль. Сергей Рахманинов бежал к врачам, врачи исследовали детально и дотошно, а потом говорили, «Сережа, ты абсолютно здоров». Рахманинов выпархивал от врачей, как птичка взлетал в небо, был счастливым, веселым, пока где-то в другом месте не кольнет, и опять все сначала. И вот так мы слышим в творчестве Рахманинова постоянное мерцание и высочайшего света, и радости, и высочайшей печали и грусти. Если вы хотите послушать выход, самый великий выход из депрессии в свет, то немедленно начните слушать вторую часть второго фортепианного концерта. Ну, а, конечно, этот концерт, второй фортепианный концерт, вершина творчества Рахманинова заслуживает того, чтобы вы его слушали целиком. У любителей музыки, у многих, самое любимое произведение – это второй фортепианный концерт Рахманинова. Сергея Васильевича Рахманинова. Мы еще много о чем говорили, и это будет дальше видео, потому что весь следующий год, а эта запись была сделана год назад, я открывал музыку и знакомился с ней. И если год назад я задавал такой вопрос, правильно ли, понимая то, что вы хотели сказать, в поп-музыке существует максимум утешения, в плане «больно, но ты держись», вот это то, что предлагает поп-музыка, либо вообще без решения проблемы, просто описание проблемы. Классика же разрешает проблему, рассеивает тьму. И это одно из главных отличий между классикой и поп-музыкой. Ну, безусловно, так можно сказать, потому что классическая музыка – это музыка, представляющая планету Земля, представляющая вечность. То сейчас, спустя год, я уже лучше начинаю понимать область, о которой говорил, о которой спрашивал. Мне самому уже есть что сказать. И плюс еще были встречи с Михаилом Семеновичем. Вот на днях вернулся с творческой академии в Ереване. Поэтому мы сейчас пойдем дальше. А вы увидели фрагмент о Рахманинове, потому что это главное зерно было той встречи в церкви. И второй концерт Рахманинова к сегодняшнему дню я уже не знаю, сколько раз прослушал. И многое мне через него открылось. Однако, это непростая музыка. Поэтому в разговоре о втором концерте Рахманинова мы будем говорить об обезьянах, о строении мозга, о том, как мозг переводит музыку в эмоции. Так что обязательно досмотрите. Все, о чем мы сегодня говорим, связано одной повествовательной нитью, ведущей к глубочайшему пониманию настоящего мира, о котором мало кто догадывается, но который, как зона в сталкере Тарковского, дает ответы на самые заветные, искренние, выстраданные вопросы и желания. Ведь вас наверняка не устраивает глубина ответов от лидеров массовой культуры. Так давайте перейдем на следующий уровень восприятия этого мира через Куинжи. Я слушал Рахманинова и попутно читал о Куинже. Первый был на расстоянии, а второй приветствовал с распростертыми объятиями. Поэтому, идя хронологически, в этот год первым мне открылся Куинжи. Сейчас знакомство с этим художником поменяет ваш взгляд. Зрительный. Не взгляд мысли. Вы смотреть будете иначе. На все, в особенности на природу. Около его картины я провел пять часов. За эти пять часов я не видел ни одного человека, который провел бы около картины более чем тридцать секунд. Самые яркие фанатки были три бабушки. Одна увидела Куинжи. Ааа, это ж мой любимый Куинжи! Я думаю, о, я сейчас с ней поговорю. Наверное, будет стоять, разглядывать, рассказывать что-то. Подбежала. Селфи, селфи. Сфоткала, сфоткала, сфоткала. В тридцать секунд уложилась те же самые и убежали. Спидранят все галерею. Что вы сейчас видите? Природа, река, скоро дождик будет. В описании к ролику вы найдете ссылку на весь фильм. Когда я получил эту ссылку, у меня было очень мало времени. И тем не менее, я все дела отложил, пока не посмотрел весь фильм. Я вам советую сделать то же самое. Это интересно. Это талантливо. Это очень важно. Я обнимаю вас музыкой. Ваш Михаил Козин. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...